Итак, драка, принудительная эвакуация и даже угрозы поджога. Все это операция по выселению семьи в Автозаводском районе. Но обо всем по порядку. В семье Елены Ататашевой 11 человек. Муж, сестры, дети и внуки. Все вместе они живут в четырехкомнатной квартире в Автозаводском районе, которая досталась им от родителей. Но оказалось, что на это жилье претендует еще и родная сестра Елены, Татьяна, с которой они с детства практически не общались. Она обратилась в суд и добилась выселения всей семьи Ататашевых. Однако просто так покидать свою квартиру Елена не намерена. И судебных приставов ждала с подкреплением. На защиту встали все соседи и даже тяжелая техника. Человек 15-20 их приедет. КБР-3. Что вы не могли попасть в подъезд? Прикерут двери. А что у меня другого выхода нет. Мы своими силами не можем удержать. Ну хоть как-то пытаемся. Мы здесь выстроили, мы никого не пустим, кто приедут в частное выселение, делать выселение. Это все наши соседи, это все наши соседи. Всю жизнь, которая здесь, никто не пройдет. Вот с той стороны у нас все забрикадировано. Палку закрыли, кресло подвинули, чтобы не вошли в квартиру. Вот так вот мы живем. Здесь у меня сын с двумя малышами живет. Здесь у меня дочь с двумя детьми и с малышом третьим. Здесь у меня живет вторая дочка и ребенок инвалид. А там мульс с мужем. Всего здесь проживает у нас 11 человек. Вот у меня вот здесь вот так. Я приготовлю, если они эту дверь заломают, вот эту в ходу железную, у меня вот здесь вот бутылка с бензином. Клянусь всем. Если они ту дверь заломают и войдут, а болью себе. Здесь у меня зажигалка лежит. Я не курящая и не пьющая. Вот у меня здесь зажигалка. Мы встанем здесь, мы будем трупами лежать. Только пускай придут, вот этой палкой получат. Вот кто ее знает? Ее никто и не знает. Она здесь хоть раз была? Хоть раз жила? Вот спросите, спросите народ. Кто ее здесь знает? Она вдруг очки злила? Чего глаза прячешь? Сними очки. Нахалка, ничего у тебя не выйдет. Сними глаза-то своей сестре. Чего ты в очки-то спрятала? Посмотри своей сестре, ты детей на улицу всех. Столько лет она отсутствовала. У нас папа умер за эту квартиру, она ее продает. Как она может так вот делать сестру на улицу детей? Своих семьяниц всех на улицу выгоняет. Мне приходится вот эта женщина-теткой. Я ее, может, видел последний раз лет пять, когда мне было. Я ее больше вообще ни разу здесь не видел. А на каком основании вообще она смогла, каким образом выиграть эту квартиру? То есть, ну это вообще никому неизвестно. А потому что меня сюда в квартиру никто не пускал. Они не пускали меня в квартиру. Пришлось подать в суд. И суд решил, принял решение. Вам не жалко? Жалко. Да не жалко. А по-другому не хотели они решать. В итоге на место приехали судебные приставы, чтобы исполнить решение суда и принудительно выселить семью Атакишевых. Но наткнулись на серьезное сопротивление. Батя спецколько наехал. Ой, не стыдно с нами связываться. Кошмар. Так, граждане по какому поводу собрались? Это все нелегально. А какому поводу вы приехали? Это решение, оно вынесено от имени Российской Федерации, от имени государства. А как это закон? А как это закон? А какой четырехгонутый, а всех детей маленьких на улицу? А вы считаете, это законно? Расходимся, машину убираем отсюда, иначе будут вызваны органы полиции. За нарушение правил дорожного движения она будет, возможно, эвакуирована. Толпа народу. Там машины, молодые люди учились, закрыли прям подъездком. Тут судебный пристав, в общем, надо наряд. Слышишь меня? Лет, выйди, машину погрузим и уедем. Зачем сидишь? Дай нам делать работу. Машину погрузим на транспортное средство. Поступила заявка, сейчас машину мешает проехать в дом. Наскать, что у нас, да? Поставить. Сейчас огонь убираем, убирай! Наскать, что? Ну, это нарушение, и вы берете машинку на хозяинку. Отойдите, отойдите, отойдите. Не дадим машину. Не дадим машину. Не дадим машину. Отойдите, пожалуйста, я вас прошу. Не документы на машину не дадим. Я вас прошу. Это моя машина и моего мужа. Это наш хлеб. Я не дам эту машину тоже. Чему вы забираетесь-то ее? Машину-то? Ну, ребят. Потому что она мешала проезду. Ну, только приошел хозяин с документами. В чем дело-то? Дать штраф. Он мешал проезду только из-за этой ситуации. Сейчас она не будет мешать. Он пошел за бензином, он все подожгет ее. Французу, все. Идей, выставь, подчеркай. Подчеркай. Я так и сделаю. Я так и сделаю. Выхода нету, думаю. Не старшая дочерь отца нашего. Значит, и не ей. Она вообще никто. Ну, все, потеряем. Но в итоге до крайних мер, как ни странно, так и не дошло. Несмотря на такой накал страстей, дело закончилось примирением. Я все, я не могу. Вот это вот все смотри. Я уже не могу. Мне жертвы тоже не нужны. У меня сердце тоже не железное. Пускай она пообещает, что она съедет. Потом с этой квартиры. Мы не будем с этой квартиры. Это как мы с тобой все умирно решим. Мы найдем с ней общий язык уже. Что, как и куда. Все. Мы договоримся с ней. Татьяна Валентиновна, вы пока дело у нас отзываете. Потому что у нас дело не может идти бесконечно. Отзываете. Если к этому сроку Елена Валентиновна свои обязательства не исполняет, вы повторно предъявляете. И, соответственно, мы назначаем уже повторные меры предыдущего исполнения. По выселению. Я поняла. Я думаю, что мне это надо, что ли, было? Выделили бы мне жилье. Не стал бы я ничего этого делать. Мне тоже жить где-то надо. Кстати, в итоге Татьяна Такишева согласилась подождать и дать возможность семье своей сестры найти новое жилье и переехать без спешки. Продолжение следует...